Хотелось бы понять, какие могут быть последствия у того, что произошло на Северном потоке, авария, диверсия, как это ни называй, и кому это может быть выгодно, потому что версии сейчас выдвигаются разные, а понять, кто будет бенефициаром, это важно. На самом деле сейчас время для конспиративных теорий, потому что нет никаких пока зацепок, которые бы могли, ну, в общественном пространстве, которые доступны. А которые могли бы там что-то с достоверностью утверждать. Но последствия тоже понятны. Для того, чтобы как-то вернуть в действие эти газопроводы, нужно провести очень большие работы. А это, со стороны, если это Россия будет делать, потребует снятие санкций с очень многих вещей, которые были вокруг этих потоков. Ну, с Газпрома, да, как минимум, сей, конъюнктуры вокруг Газпрома. Абсолютно верно. Именно так, да. То есть вы к тому, что это кому-то, это может быть выгодно в целом, вот как мы и говорили. Как конспирологические теории, да. Например, вот выгодно России для того, чтобы снять санкции. Хорошо. Да, вот в частной части деятельности Газпрома и даже компаний, возможно, и европейских, которые участвовали в работах. И участие которых может потребоваться. Хорошо. А Западу это с какой-то страны может быть выгодно? В целом, абстрактному Западу нет. Ну, я имею в виду Западу, как такая совокупность большого количества государств, которые от России находятся в западном направлении, включая Америку. Ну, вот есть такая теория, что это выгодно американцам, потому что они теперь точно совершенно взяли Европу в плен своим жиженым газом. В принципе, можно много чего придумать. Ну, вот да, вот да, вот вообще вот сам заход, что кому это может быть выгодно, вот такой поиск мотива без вообще доказательств. Ну, кстати, вы сказали, что нет никаких данных, но там же уже заявили, что это сделано сверхточным оружием, которое было, то есть детонация была произведена позже, но, скорее всего, по дну проходило вот сам этот орудие. Нет, то, что это умышленное действие, а не какая-то природная катастрофа, тут, как говорится, наверное, мало кто возьмется спорить. Хорошо, а можно для того, чтобы чуть-чуть понять вообще масштаб происходящего, какой это ущерб, что это будет значить сейчас для Европы и для России в финансовом плане? Ну, Россия прекратила же поставки по северному потоку, и, кстати, то не так давно, то также, кстати, с таким как бы констатацией, что это могло бы все работать, если бы не санкции, наложенные на Газпром, и санкции, которые не позволяют ремонтировать турбины. То есть ситуация как бы не меняется, теперь она становится еще более жесткой, то есть если все-таки Европа хочет вернуться к поставкам газа по этим ниткам, то вот нужно прямо вот снимать санкции. Ситуация такая, да. Ну и мне кажется, что вообще вот это вот событие, оно как-то дестабилизирует вообще все. То есть у людей уже начинают еще конспирологические теории возникать, что как бы не были повреждены другие мировые коммуникации, может, даже информационные. Вот такое как бы действие, которое, может быть, и не преследует со стороны, кто это организовал, каких-то очень конкретных прагматических целей, обеспеченных в деньгах, а просто вот идея дестабилизации такого вот мировой гармонии, которая и так сейчас под риском. Какова вероятность, что все-таки будут восстанавливать северный поток или, может быть, строить новый, или же вообще как-то поменяется архитектура вот этих вот коммуникаций энергетических? Какая более вероятная версия? В ближайшие годы, мне кажется, она, эта вероятность ничтожна. Чего, отстраивание? Альтернативный вопрос. Да. Да, ну, ремонт или отстраивание. Ага. Да. Боже мой, серьезно, ничтожно. То есть его больше нет, мы констатируем. Ну, мы же сейчас с вами говорили, что это требует снятия санкций, по крайней мере. А, ну, то есть просто вы считаете, что не будет санкций. А сейчас такое время, что никто не готов идти навстречу друг другу. Ну, это выстрел в ногу. То есть если версия про Россию, то это же выстрел в ногу, в голову, не знаю куда, и в другие части тела, извините. В разные ноги, я бы так сказал. Я хотела бы еще на другую тему немножко поговорить. Стало известно, что в этом году дефицит российского бюджета может превысить прогнозируемые 9,1% ВВП. Об этом сказал Силуанов. Что это значит? Можно, пожалуйста, расшифровать для нас с Лизой и многих наших зрителей и слушателей? Ну, это означает, что доходов не будет хватать для того, чтобы профинансировать то, что запланировали. А это означает, что Министерство финансов будет судорожно искать другие источники. Ну, формально заявляется, что мы будем, ну, мы, имеется в виду Министерство финансов, будет выпускать облигации и заимствовать деньги на рынке. Пока это выглядит так. Удастся ли занять деньги на рынке? Ну, шансы есть. Все зависит от внутренней стабильности в России. Мобилизация, отток такого количества специалистов. Мы знаем, что, например, у айтишников есть бронь, но по ему опыту они массово просто исходят, боятся, что не сработает их бронь. Как это отразится на экономике, такая потеря такого количества рабочих мест, при том, ну, квалифицированных сотрудников? Да, ну, как, конечно, отразится. Сейчас цифры чуть позже, но они такие очень абстрактные. Ну, не очень хорошо возможно сейчас еще все просчитать. Но, в принципе, любой экономический рост основан на количестве трудовых ресурсов и производительности. Вот это такая теория экономическая, которая столетиями подтверждалась практикой. Значит, если у вас количество трудовых ресурсов, особенно квалифицированных, уменьшается, то, во-первых, это минус экономического роста, во-вторых, это минус из производительности, потому что все-таки улежают люди, у которых есть деньги, и которые, значит, являются квалифицированными работниками. Вот. Если говорить о цифрах, то есть экономисты, которые взялись это как-то обсчитать. На самом деле счет довольно простой. Вот. То это где-то до одного процента ВВП вычет. Один процентный пункт или процент? Один процентный пункт. Ну, то есть, вместо там падения на 2,5%, которое ожидается, будет 3,5%. На следующем году это тоже скажется. Если не про ВВП, а вот просто про сам запуск экономики. Ведь там экономика на спаде у нас высоченная, это процентная ставка центрального банка. Ее занижает, но все равно достаточно высокая. И вот количество платежеспособных просто людей, которые тратили деньги, запускали экономику, запускали рынок, оно же как-то в долгосрочной перспективе вообще может поменять тренд, тренд, ну, то есть, усугубить тренд на рецессию. Ну, так оно и происходит. И, собственно, это я и сказал. Просто я это сказал в терминах «хвалу внутреннего продукта», такой излюбленный экономический показатель интегральный. А в терминах доходов, ну, как мы видим, да, конечно, реальные доходы сокращаются. Примерно в том же темпе, может, побольше. Это так, да. Откуда у людей зарплата или деньги? От экономической деятельности. Так, ну, там, то есть, мобилизация по 200-300 тысяч, вон у Кадырова 300, в других регионах по 200 платят. Нормально все. Оснащение тоже все хорошее. Это бюджет, откуда деньги бюджет берет, это наши налоги. А вот, кстати, скажите, откуда деньги берет бюджет, потому что такое количество призывников сейчас как-то, ну, оснастить же надо, тоже, ну, хоть мы видим, как это происходит, но тем не менее. Надо, ну, как бы. Очень просто. Бюджет взял один с лишним триллионов у Газпрома в этом году уже, а на следующий год запланировал изъять у Газпрома примерно столько же. Изъять? Из его доходов как-то. Потом дальше по мелочи из других секторов, занимающихся добычей и продажей природных ресурсов. А что будет делать Газпром, если ему тут северный поток не восстановят, что это будет? Ну, Газпром рассчитывает, что он все-таки переориентирует поставки куда-то в другое место, что очень странно, потому что, в принципе, это трубопроводный газ, ну, а где есть трубы, мы знаем, либо на Южный поток, либо на Европу, либо в Китай, но там не больше 35 этих миллионов кубометров. Вот, кстати, Газпром сейчас сообщил, что возобновляет транспортировку газа в Китай. Это Сила Сибири, вот это, да, поток? Да, да, да. Плановые работы там были, они завершены. Там были работы, да. Ну, то есть, ну, там есть верхние границы по поставкам, то есть есть мощность. И эту мощность надо вторую нитку строить. А это вопрос абсолютно нерешенный, потому что хотели строить через Монголию, но Китай возражает против такого варианта. А вообще, какие могут быть варианты, вот если мы говорим о том, что взорван Северный поток, вот есть такие, как бы, ну, домыслы, что ли, да, относительно действий России в отношении собственных вообще, собственной энергетики, какие могут быть договоренности вот с контрактором, который может так себя проявить? Это же просто, ну, ненадежный поставщик, ненадежный партнер. Ага, ну, смотрите, Газпром ведет себя очень аккуратно в этом смысле. Во-первых, сокращение поставок, а потом прекращение поставок по Северным потокам обосновывалось очень просто. Не можем отремонтировать турбины. Не потому, что мы не хотим поставлять или еще что-то по политическим мотивам. Не можем. А сейчас вообще аргумент железный. Как мы можем вам поставить газ по этим ниткам, если они разрушены? То есть тут с точки зрения юриспруденции или там попыток, как бы, какие-то иски выставлять, сложности очень большие. А как в Европе поменяется вот их, как бы, конъюнктура экономическая, энергетическая? Все-таки они переориентируются на Америку, скорее всего? Да, им придется, собственно, Европа уже на этот путь вступила. Им придется очень сильно экономить потребление газа. Это скажется, прежде всего, на германской экономике. Институт германский, знаменитый, который занимается исследованием немецкой экономики, ГИФО, он называется точно, я не помню. Он уже предсказал, что будет рецессия в Германии порядка двух-трех процентов. Ну, а с точки зрения самой энергетики будет переориентация на зеленую, но это длительный процесс. Ну, и угольную возобновляют генерацию. И думают все-таки еще, не исключен вариант, что и атомная генерация будет тоже увеличена. А насколько ресурсов в США хватит для того, чтобы обеспечить сейчас Европу необходимым? Нет, тем же уровнем потребления, который был при участии Газпрома, Соединенные Штаты не смогут обеспечить Европу. Они частично, да, могут возместить, я вот цифры забыл, но частично они могут возместить, чем они и занимаются, но полностью это невозможно. Спасибо огромное. Ты еще что-то хотела? Я хотела просто комментарий, забавный комментарий, да, тоже вот его вам переадресовать. Спрашивают, значит ли это, что Россия наконец-то слезла с энергетической нефтегазовой иглы? Ну, в какой-то, в каком-то, нет, конечно, не слезла, но сползла чуть-чуть, потому что все-таки, видимо, и поставки нефти за рубеж уменьшатся. Не сильно, но уменьшатся. Из-за эмбарго на нет в Европе, из-за сложности ее транспортировки. Ну, в общем, из-за санкции, если коротко. Ну, а газ автоматически сокращается, естественно. Экспорт, да, частично слезает в самый неподходящий момент. Как будто бывают подходящие моменты для того, чтобы куда-то сползать. Слезть с иглы. А вы знаете, были. Был же период быстрого экономического роста с 2000 года, который начался. И, в принципе, были большие очень возможности для того, чтобы был приток капиталов, было какое-то такое оживление полное в экономике, были хорошие шансы слезть с этой игры. Ну, вот ровно до 2013 фактически года это происходило. Ну, да. То есть будет миллион моего очень сильно.